Большая книга рекомендует. Премия учреждена с целью поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России. Представляем вашему вниманию обзор книг, ставших лауреатами ежегодной премии «Большая книга». Нарине Абгарян, автор нашумевшей трилогии «Пробойку и девочку Манюню», на этот раз обратилась ко взрослой аудитории. Герою романа Симон, каменщику Симону, мужу Милани Аинонс, было почти 80 лет, поэтому его смерть не стала неожиданностью для обитателей маленького армянского городка Берда. А вот поводом для искренней печали еще как стало, ведь Симон был душой любой компании и всеобщим любимцем. Весельчак, гурман и транжира, он умел подобрать ключи к сердцу каждого человека. А еще Симон очень любил женщин и всем новым романам отдавался без остатка, очаровывался, боготворил, ревновал, но и расставаться умел с достоинством. Поэтому неудивительно, что на его похоронах встречаются сразу несколько женщин, которых он когда-то любил. Расфуфыренная Софья Севмушинганс, Элиза Тевасанс в заграничном наряде, присланном сыновьями из Америки, высокомерная Сусанна Бочканс, Сильвия вдовая, удачно выдавшая дочь замуж в Россию, и, конечно же, законная супруга Симона Меланья, годами терпеливо сносившая измены не в меру любвеобильного мужа. Все эти женщины очень разные, но вскоре они выясняют, что объединяет их куда больше, чем просто любовь к одному мужчине, и что для всех них встреча с Симоном была судьбоносной. Каждая из женщин рассказывает свою историю, трогательную и комичную, мудрую и пронзительную, наполненную любовью и светом. Евгения Водолавскина называют российским Умберто Эко, а его книги переведены на многие иностранные языки. Герой книги, Иннокентий Платонов, приходит в себя в больничной палате. В голове лишь обрывки воспоминаний и никакой целостной картины. Кто он? Как он здесь оказался? Медперсонал на его вопросы не отвечает. Пациенту нужен покой. Но о каком покое может идти речь, когда в сознании царит хаос из мыслей и ощущений, похожих на разрозненные фрагменты причудливой мозаики? Чтобы собрать полотно жизни Иннокентия воедино, доктор предлагает ему вести дневник, тщательно записывая все, что всплывает в памяти. И это помогает. Вот только вопросов становится еще больше. Перед глазами героя встает Петербург начала 20 века, «Дачное детство» в Сиверской и Алуште, «Гимназия и первая любовь», «Революция 1917-го», «Влюбленность в авиацию», «Лагерная жизнь на Соловках». Звуки, запахи, цвета. Иннокентий вспоминает все до мельчайших продробностей. Но как такой молодой человек может быть свидетелем событий, происходивших в начале 1900 года, если на дворе 1999-й? Чтобы узнать, читайте философский роман Евгения Водолазкина «Авиатор», охватывающий историю 20 века. Дина Рубина – одна из самых популярных писательниц России. Ее роман «На солнечной стороне улицы» рассказывает о сложных, высокобольтных взаимоотношениях матери и дочери, о причудливых играх судьбы. Ленинградская блокада навсегда изменила жизнь Кати Щегловой. Из любящей матери она превратилась в преступницу, которая за секунду может опознать карманника, но забывает о дочери. Для юной Веры улица стала вторым домом, а добрые соседи – самыми близкими людьми. Несмотря на тяжелую судьбу, девочка выросла талантливой художницей, не потерявшей силу, доброты и чувство сострадания. Вере исполнилось 20, когда в квартире раздался неуверенный звонок. Мать, которая несколько лет назад пыталась убить отчима дядю Мишу, вернулась домой. Мир ярких образов и красок сменился чередой бесконечных скандалов и старых обид. Девушка больше не может убегать от реальности, ведь вместе с ней будет жить безжалостный человек, неспособный любить. Это атмосферная книга о семейных тайнах, отношениях, таланте и мудрости. Роман, который переносит в солнечный Ташкент, где встречаются искренность и жажда наживы, настоящие чувства и предательства. В новом романе Михаила Шишкина «Письмовник» на первый взгляд все просто. Он, она, письма, дача, первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшие становятся настоящим. Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать с собой разорванное время. Это роман о тайне, о том, что смерть – такой же дар, как и любовь. Роман рассказывает о первой любви, тонкой, наивной, местами грустной, но при этом яркой, пронзительной и полной жизни. Анна Матвеева, автор романа «Перевал Дятлова» или «Тайна девяти» и многих других произведений. Каждые сто лет – роман с дневником, личная и очень современная история, рассказанная двумя женщинами. Они начинают вести дневник в детстве. Ксенечка Левшина в 1893 году в Полтаве, Оксана Лисовая в 1980 в Свердловске и продолжают свои записи всю жизнь. Но разве дневники не пишут для того, чтобы их кто-то прочел? Взрослая Оксана, талантливый переводчик, постоянно задает себе вопрос, насколько можно быть откровенной с листом бумаги и, как в детстве, продолжает искать следы Ксенечки. Похоже, судьба водит их одними и теми же путями и упорно пытается столкнуть. Да только между ними почти сто лет. Лауреаты премии «Большая книга» – настоящие мастера своего дела. Их книги являются достоянием современной России и во многом определяют литературный путь для будущей России. Мы рекомендуем прикоснуться к этим книгам уже сейчас и сравнить свое видение с отзывами критиков.